Аллилуйя, дорогие друзья, телезрители, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Такая радость, такая честь, такое благословение для нас знать это имя Спасителя. Это просто привилегия. Это не наша заслуга, то, что мы обращаемся к Богу. И не надо, дорогие друзья, привыкать к этому. Этим нужно ценить и дорожить каждое мгновение, что мы знаем живого Бога. Это Бога, который нас любит, не который нас судит. Бог не пришел в этот мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него. Аллилуйя. Поэтому вдохновляйтесь этим именем, общайтесь. Знаете, христианство, когда оно живое, когда есть общение с Иисусом Христом. Христианство без Иисуса Христа не может быть, существовать. Это главная личность, от которого христианство и родилось. Это сам Иисус Христос, Сын Божий, наш Господь и Спаситель. Поэтому имейте с Ним общение, и вы будете точно такими же живыми. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Самая главная молитва». Друзья, нету молитвы главнее. Нету молитвы. И мы об этой молитве будем говорить всю эту тему, всю эту проповедь. Когда человек обычно начинает молиться? Когда в его жизни наступает кризис, тупик, диагноз какой-то сообщили, или тебя бросил кто-то, или тебя обманули, или ты просто остался не нужным никому, один на один со своей нуждой, со своей проблемой, со своей тьмой. Может быть, у тебя холодильник не пустой, может быть, ты не бедный человек, но у тебя есть кризис, жизненный кризис. Ты задаешься этим вопросом, на который ты не имеешь ответа. «Для чего я бегу? Всю жизнь встаю с утра, и несусь куда-то, и ночью прибегаю, и так каждый день, изо дня в день. Для чего? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Какой в этом смысл? Когда люди задаются таким вопросом, для чего я живу, для чего я существую, и что дальше, это через эти вопросы Бог стучится в ваше сердце, Бог стучится в нашу жизнь. Итак, люди не приходят к Богу, когда все хорошо. Люди, им просто не нужен Бог. Люди приходят, когда в их жизнь появляется проблема. Давайте скажем, слава Богу за проблемы. Вы не верите, потому что вы устали от проблем. Но я вам скажу, если бы не было проблемы в вашей жизни, то вы бы не пришли к Богу. Это было бы намного хуже. Это была бы проблема, на самом деле. Самое страшное. Поэтому слава Богу за те проблемы, которые Бог допускает в нашу жизнь и стимулирует нас обращаться к Нему. Но хочешь ли ты жить жизнью такой, что «О, мне нужна проблема, чтобы молиться к Богу?» Но мы выросли из этого, друзья. Одна же это было так. Но сегодня мы выросли из этого, чтобы через проблемы приходить к Богу. Но Бог дисциплинирует нас. Не переживайте. Если мы и выросли, мы же можем быстро и забыть. Быстро забыть, что у нас жизнь хорошая. Ева, она забыла в саду, что у нее жизнь потрясающая. Просто наслаждение. Любая женщина позавидовала бы Еве. Какая у нее была жизнь. Какой у нее был муж. Какой у нее был Господь. Все было хорошо. Она забыла. Для нее это было обычно. Ну и что такого, подумаешь. Слушай, никогда не привыкай к благосостоянию Божьим. Не привыкай. Потому что если ты привык, ты будешь искать нечто большего. А большего уже все. Кроме Господа нету. Итак, чтобы нам не обращаться к Богу из-за проблем, что нам для этого нужно? Духовный голод и духовная жажда. Вот это ведет нас к Господу. Как Давид писал в Псалме 22. Псалом 22. Смотрите, как он заявляет. Он говорит в начале фразу, после чего он говорит дальше. И эта фраза, она является просто для нас основанием. Господь, пастырь мой. И дальше он пишет. Я ни в чем не буду нуждаться. Ведь смотрите, Давид не начал со слов. Я царь Давид. Или там я пастух Давид. Ни в чем не буду нуждаться. Нет. Он сказал. Господь, пастырь мой. Знаете, что это значит? Это означает, что овцы без пастуха будут съедены волками тут же. Овца, она не самостоятельная. Это не как волк, знаете, животное. Волк сам по себе живет. Тигр живет сам по себе. Слоны сами по себе живут. А овца, если она будет без пастуха, она погибла тут же. Она 30 или 300 метров, я вот точно не помню, отходит от дома, она уже не знает, где дом ее. Она уже потерялась. 300 метров, скажем, от дома. И все. Она не найдет путь домой обратно, без пастуха. Ей нужен пастух. И Давид, он изучал вот эту, знаете, природу овцы. И он сказал. Господь, пастырь мой. То есть я, как будто я его овца, который нуждается постоянно в Господе. Постоянно в Господе. И если я буду с ним постоянно, то я ни в чем не буду нуждаться. Аллилуйя. Вот она формула счастливой жизни. Вы хотите формулу? Она есть. Псалом 22. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он же не сказал, что я не нуждаюсь в Господе. Это до конца дней. Давид говорит сам себе, в свою жизнь, на годы вперед, запускает эту систему, которая будет работать. Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой. То есть я всегда ощущаю нужду в нем. Голод, духовный голод и духовная жажда не дадут тебе жить спокойно, беспечно или грешить. Если грешишь, ты будешь мучиться. А раньше ты грешил, ты не мучился. Ты говорил так, да все грешат. Не согрешишь, не покаешься. Теперь, если ты грешишь, у тебя страшная жизнь начинается. Почему? Потому что ты уже другой. Итак, мы возвращаемся к этой главной молитве. И мы будем постепенно подходить к этой молитве. В основе всякого греха, Библия говорит, что весь мир согрешил. Все люди согрешили, я согрешил, и ты согрешил. Мы согрешили все против Бога. В основе всякого греха лежит независимость от Бога. Жизнь, которая не зависит от Бога. То есть я не хочу, чтобы в этой жизни присутствовал Бог. Но я хочу хорошую жизнь. Я хочу рай, другими словами, без Бога. Это то, как живет сегодня мир. Это то, как живет сегодня политика, экономика. Она хочет царствовать, быть в раю без Иисуса Христа. Искусство, культура, здравоохранение. Не пускает туда Иисуса Христа. Это говорит о том, есть, конечно, случаи, моменты, страны, где президенты официально признают Иисуса Христа своим Господом и Царем. Духовную власть, божественную власть признают над собою, что они поставлены Богом, чтобы управлять страной. Но это немногие. Это очень их мало. И есть также в политике, есть верующие, но там очень трудно оставаться, находиться верующим людям и быть как все. Это очень сложно. А может быть и возможно, кто знает, Даниил же был в политике. Мы не касаемся глубоко, не идем в эти темы. Есть на это люди поставленные, пусть они этим разбираются. Мы говорим о том, что в основе всякого греха, любого человека, внутри грех, грех. Что такое грех? Это не желание быть с Богом. Это не желание исполнять Его заповеди. Но жить хорошо при этом. Рай без Бога. Это то, что выбрала Ева и то, что выбрала Адам. Рай без Бога. Ну и смогли они удержаться в раю без Бога? Они заблуждались. Они думали, что если они сейчас начнут делать то, что им предлагает дьявол, если он им предложил еще более лучший вариант жизни. Знаете, вот мы со Христом живем, мы же такие счастливые. Когда мы уверовали, мы такие счастливые. Знаете, каждый из нас может, если действительно мы родились свыше, мы помним этот момент счастья до сего дня. Мы помним, как нам было хорошо с Иисусом, какая произошла разница, какое счастье ворвалось в нашу жизнь. На самом деле, без всяких приукрас. И представляете, тебе приходят предложения, нечто лучшее тебе предлагают. Не покупайся, потому что это все фальшивка. Это все фейк, подделка. Каждому человеку необходима помощь свыше, то есть от Бога. Каждому человеку на этой земле нужна помощь от Бога. Даже с того момента, когда Адам с Евой решили, что они могут жить в раю и нарушать Божьи заповеди, их рай долго не длился. Что с ними произошло? Они покинули этот рай. По своей воле? Нет. Бог их выслал, написано. Почему? Потому что рай – это святое место. Рай создан Богом для человека. Вот то, что ты, дорогая душа, ищешь в своей жизни. Я тебе скажу, ты не знаешь, может быть, может быть, ты знаешь, а, возможно, многие люди не знают, что мы ищем в своей жизни. Что? Мы ищем рай. Мы ищем рай. Мы ищем рай. Рай, где Бог, где нам будет хорошо. Вот что мы ищем. Потому что мы были созданы в раю. Мы были с Богом. Раньше мы в Адаме и с Евой, наши родители, они были в этом максимальном блаженстве с Богом, в этом радостном состоянии, в этом счастье, в этом комфорте, где не было никакого зла, никакого раздражения, никакой болезни, никакой беды. Была просто гармония во всем. Просто во всем. И потом произошла ошибка, катастрофа. Люди вышли из рая. И тогда даже их Бог не оставил. Он приготовил Агнса, своего сына Иисуса Христа, и отдал его на распятие, чтобы нас вернуть куда? В рай, к себе, на небеса. Иисус грешнику сказал, сегодня же будешь со мной где? В раю. Аллилуйя. Он хочет, чтобы мы были с ним в раю. Но для этого нужна молитва. Абсолютно каждому человеку нужен выход. Нужна, нужно, необходимо помолиться этой молитвой. И эта молитва, молитва покаяния. Дорогой друг, если бы передо мной стоял президент, или доктор, или хирург, или учитель, или сантехник, или простой человек, или дворник стоял бы, я бы точно так же говорил бы каждому. Тебе нужно помолиться этой молитвой. Тебе нужно покаяться в своих грехах. И принять Иисуса. И я объясню, почему нужно. Во-первых, мы, люди, в своей природе эгоистичны. То есть, я хочу всего самого лучшего для себя. Я не знаю, как насчет моего ближнего, хочу ли я для него хорошего, но для себя я точно хочу. Почему? И продукты в магазине показывают о том, что я не все подряд ем. Это я люблю, это я не люблю. Это говорит о том, что я очень люблю себя. Поэтому и продукты я подбираю под себя. Одежду подбираю. Ой, мне это не нравится. Ой, это не то. Слушайте, если мы к телу так относимся, вы просто представьте, как мы должны отнестись к душе. Потому что тело, оно как одежда сползет с нас и сгниет, а душа будет жить вечно. Вот почему нам нужно помолиться однажды этой молитвой. Потому что наша душа вечно. И если она не избавилась от греха, она будет вечно жить во грехе. Вот это страшная истина. Рано или поздно нам предстоит встретиться с непреодолимой проблемой. И вот тогда мы серьезно задумаемся. В жизни любого человека есть проблема, о которой он может и не подозревать. Знаете, есть люди, которые не подозревают, что они заболели. Такие небольшие симптомы сообщают им информацию. И они такие, все, я понимаю, у меня грипп. О, наверное, у меня горло заболеет, да? Мы такие уже знаем, о, если голова начала болеть, это все, это на целые сутки. А представьте, у кого-то там что-то заболело, и он такой думает, скорее всего у меня рак, и скорее всего я умру, и скорее всего моя семья останется без меня, и у него такой кошмар начинается. Это мы говорим о теле. Представьте, что каждый человек болен. Болен духовно, душевно болен. Духовно он даже мертв каждый человек. Эфесянам говорит, вторая глава, что мы были мертвы из-за грехов наших и преступлений наших. Единственное, что нам может помочь встать из могилы, это Иисус Христос. И вот почему нам нужно обратиться к Нему. Потому что никто другой не способен вытащить нас и поднять из могилы. Никто другой. Никто тебе никогда не поможет. Ни один хороший совет не даст тебе эту жизнь подъема из могилы. Никто, только Иисус Христос. Каждый человек не может даже... В жизни каждого человека может находиться проблема, о которой он может и не подозревать. Это грех, живущий в сердце человека. Слава Богу, дорогие друзья, если вы верующие, и вы сделали это, и в вашей жизни наступило новое начало, вы родились свыше после этой молитвы. Но я хочу, чтобы вы дослушали эту проповедь до конца. У нас есть ответственность. У нас есть ответственность за себя, за свою душу, помолиться этой молитвой, где сказать нужно, что я грешник, я беззаконник, я страшный грешник, я не просто хороший грешник. И не надо сваливать на родителей, что у меня отец там был алкоголиком, или мама там была наркоманкой, или там кто-то был проституткой, и что меня во все эти грехи тянет теперь. Теперь ты должен ответить за грехи, которые ты делал. И не надо сваливать на родителей, потому что у тебя есть главный родитель, Отец Небесный, который ждет тебя. И не надо оправдывать грех. В грехе надо покаяться. Грех нужно отдать Иисусу. Грех – это болезнь, которой болеют все. Не все болеют раком, не все болеют гриппом, но все болеют грехом. И если эта болезнь, она не будет устранена, ты от этой болезни умрешь. И будешь вечно находиться в этой смерти. Зачем тебе это надо, если ты себя любишь? Ты же даже чай, какой подряд не пьешь. А особый сорт надо. А тут душа. Ты будешь жить вечно. Тебе надо помолиться этой молитвой. Многие живут беспечной жизнью. Они смертельно больны, но живут и делают маску счастливого человека. Они ходят в фитнес-клуб, они улыбаются, они хорошо залазят в машину и вылазят. У них все классно в Инстаграме. Но они больны грехом, от которого они будут скоро осуждены. Вы поймите, что Бог никого ненавидит. Бог ненавидит грех. Потому что есть Божьи законы и есть нарушение этих законов. Когда закон нарушается, это преступление и грех. Слушайте, мы все нарушители Божьего закона. Всем нам нужна милость. Всем нам нужно прощение. Если нас оправдывают, и в день нашего покаяния Иисус оправдывает нас, то есть Бог, законодатель и судья оправдывает нас, то в этот момент наказывается Иисус. Все равно кто-то несет расплату за наши грехи. И это Иисус Христос. И мы должны относиться к этому очень серьезно. Многие живут беспечной жизнью до определенного момента. И мы так с вами жили. Не они, мы так жили. Грешили, ну и что? Все грешат, все воруют, все лгут. Все изменяют, там, блудят. Когда сам Бог, послушайте, когда сам Бог призывает человека к себе, вот до этого момента ты живешь не задумываясь, что ты идешь в ад. Что твоя жизнь будет в аду вечно. Ты живешь беспечно, пока Бог не постучался в твою жизнь. Через свидетеля Иисуса Христа. Через человека, который сказал, тебе нужно покаяться. Я стою перед тобою. У меня нету никакой корыстной цели говорить в твою жизнь. У меня есть просто обязанность и ответственность перед Богом сказать тебе, что тебе нужно покаяться. Только так ты можешь получить жизнь вечную. И небеса, жить на небесах. Никто не может пойти на небеса, если у него есть грех. Если он не будет очищен от греха, убелен, можно сказать, никто не имеет права пачкать небеса своими грехами. Никто, ни один человек, дьяволу туда нету доступа. Туда нету доступа грешнику. Туда есть доступ только тем, которые омыты кровью Иисуса Христа. Да, они были грешниками. Да, мы были все грешниками. Но омыты кровью Иисуса Христа. Бог простил все грехи, омыл своей святой кровью. И теперь мы имеем право пойти на небеса, потому что проблема, она заключается не просто в том, что внутри грех. Но кто-то может сказать, это еще вопрос. Я такой хороший? Слушай, если ты думаешь хороший, то твоя болезнь еще хуже, чем у простых людей. Да, она точно неизлечима. Потому что ты считаешь, что у тебя уровень святости Бог. Вы знаете, ты грешник, который пытаешься оправдать. Ты пьешь просто из красивых рюмок, а тот бродяга пьет из бутылки. Это разница. Но вы пьете одно и то же зелье. Вы также будете вместе в аду, что тот блудник красиво грешит, что тот блудник грешит грязно. Какая разница, ты грешишь физически или ты грешишь в уме. Ты тот же блудник, ты тот же грешник, и тебе нужно покаяться. Тебе нужно, чтобы Иисус пришел на смену в твою жизнь. На смену твоему старому отцу, дьяволу. Первое, что человек чувствует, когда Бог начинает обращаться к нему и касаться его сердца, это свою греховность, свою грязь. Это первое, с чем сталкивается человек. В Библии написано, что Дух Святой придя, обличит мир во грехе. Обличит, он укажет, он не осудит. Знаете, обличать и осуждать разные вещи. Когда обличается, тогда и помогается. Обличение – это рука помощи. Представьте, человек идет, у него из заднего кармана выпал кошелек. Я ему говорю, эй, постой, у тебя кошелек выпал. Скажите, он будет чувствовать, что я его осудил за что-то? Я как бы обличил, сказал, слушай, ты ошибку сделал, у тебя кошелек упал. Он скажет, да спасибо тебе, спасибо тебе. Поэтому Бог, Дух Святой, он обличает человека, чтобы человек почувствовал свою греховность. Потому что, когда человек не чувствует своей греховности, своей грязи, ему Бог не нужен. Зачем мне молиться к Богу, молитвы покаяния? Зачем? Я нормальный человек, я не краду, я не ворую там, я не делаю таких грехов, таких грехов. Я плачу налоги, я хороший человек, не кричу ни на кого. Слушай, это не важно. Какой бы культурный бес не был, он бес, и он демон. Как бы грех, в какую бы красивую обертку. Знаете, все грехи мира, они красиво завернуты. Если вы обратите на это внимание, а я думаю, что вы обращали на это внимание, не один раз. Какой бы, какого бы вида не был грех, он красиво заворачивается. Это природа сатаны. Обман. Красиво выглядит. Да? А потом, ты встречаешься со смертью. Ты встречаешься с депрессией. Потому что грех, он тебе дает временную радость, какое-то наслаждение, но потом забирает у тебя жизнь. Забирает у тебя родных. Забирает смысл. Дает тебе депрессию, суицид. И так далее. Он загоняет тебя в тупик. Это первое, что человек чувствует. Это свою греховность. Из-за того, что Бог святой. Поверьте, Бога нельзя подкупить. Бог не взяточник. Коррупции на небесах нет. Я хочу, чтобы это услышали все. 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 Коррупции на небесах нет. Ты привык жить за счет коррупции. Подкупать все и везде и вся. Ты не сможешь выкупить свою жизнь. Ты будешь отвечать по полной программе, если ты это делал. Если ты грешил. А ты грешил. Из-за того, что Бог святой, и небеса тоже святые, а в сердце человека грех, то он не может попасть в рай на небеса. Он не может попасть в рай на небеса. Давайте мы не будем рисовать другие себе пути. О, он хороший человек, наверное, он в раю. Он не в раю, если он не покаялся. Дорогие друзья, не надо обманывать. Надоело себя обманывать. Давайте себя ценить. Давайте ценить наших близких, если они не поверили в Иисуса Христа, а они находятся в смерти. Им нужен Иисус. Мы их не судим, потому что и мы жили без Христа. Просто давайте за них молиться. Молитва покаяния – это то, что сделали однажды мы. И вы думаете, ну, молитва покаяния – это первый класс. Ну, а как ты попал сюда на землю, если бы не было родов, твоих родов, дня рождения твоего, когда ты родился? Как ты можешь игнорировать роды? Ты через роды попал на землю. Ты через духовные роды, через молитву покаяния, родился в Царство Божье. Это основа. Ты без этого не смог бы расти в Боге. Это настолько важно. И так, если у нас это произошло в жизни, мы признались, что мы грешники, что мы были достойны осуждения, достойны ада, и мы призвали Иисуса и сказали, Иисус, помоги мне, приди в мое сердце, спаси меня, мы не должны забывать про наше окружение, про людей, которые находятся вокруг нас. Это как наши родственники, наши соседи, коллеги на работе. Это люди там, вы, телезрители. Вы тоже не должны забывать. Спектр развития вот этого информации должен разлететься максимально, потому что Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И апостол Павел говорил, Евангелие, которое Иисуса Христа, я проповедую, оно не человеческое, оно Божье. Оно не придумано человеком, не изобретено, оно Божье, и оно звучит ко спасению человека. Что такое Евангелие? Это радостная весть об Иисусе Христе, что Иисус умер за твои грехи, и тебя спас уже. Тебе нужно просто покаяться, признать это и принять Иисуса Христа в свое сердце, чтобы ты мог попасть на небеса. Представь, ты живешь, как бы ты ни жил, плохо ты жил, живешь, или хорошо ты живешь, представь, ты на небеса не попадаешь. В данный момент, если ты грешишь, если ты находишься в грехе, ты не попадаешь. Это твердая истина. Это истина, которую трудно глотать, знаете, съесть такое, что ты на небеса не попадаешь. Бог любит всех людей, но ты туда не попадешь к Нему. Тебе нужно покаяться, только так ты можешь попасть туда. Потому что Бог сделал условие, что тот, кто будет веровать в Иисуса Христа, тот имеет жизнь вечную. Как в Иоанна 3,16 написано, что так сильно возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына. Вот для чего Иисус пришел в этот мир, чтобы всякие верующие в Него, всякие верующие в Него, всякие, означает любой грешник, не погиб, но имел жизнь вечную. Не погиб, то есть означает не попал в ад, но имел жизнь вечную. Вот для чего Бог послал Иисуса Христа в этот мир, чтобы мы были спасены. Друзья, мы спасены, но нам нужно позаботиться, поэтому мы живем дальше. Мы не уходим на небеса, как бы мы не хотели. Прямо сейчас мы хотели стартануть и быть на небесах в славе Божьей, поклоняться Богу со всеми святыми, миллиарды святых там. Там так хорошо, лучше, чем на земле. Миллиарды раз. Но Бог говорит, да, я тебя жду, но сейчас ты должен жить на земле, потому что я не вижу только тебя. Я люблю тебя, но не только тебя, я люблю других. Как они могут узнать обо мне, если ты не расскажешь им, если ты не помолишься с этой молитвой? Друзья, я хочу серьезно, чтобы мы сейчас услышали. Мы знаем эту молитву, и я попрошу на экран ее высветить. Мы помолились этой молитвой, однажды наша жизнь изменилась. Я хочу, чтобы вы запомнили эту молитву. И если вы видите нужду в жизни человека, человек умирает, или его сбила машина, но он еще в сознании, он умирает. Молитесь этой молитвой с этим человеком, приводите, прямо перед смертью, если такая ситуация наступила, приводите его ко Христу. Скажи, я могу молиться с тобой. Иисус тебя хочет встретить на небесах. Так или иначе он умрет. Так или иначе. Тебе нужно молиться с ним. Тебе не нужно стесняться, ой, другие люди, ой, а вдруг там мусульмане будут. Слушайте, что для нас сделали мусульмане? Что для меня сделал Аллах? Что? Для меня Иисус висел на кресте. Что для меня другие Будда сделали? Харе Кришна, что для меня сделало? Кстати, где Харе? Ничего! Что для меня сделал Иисус? Все! Отдав свою жизнь до последней капли крови. И когда его распинали, он еще молился и говорил, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Я хочу, чтобы вы увидели эту молитву. И вы, когда будете прокручивать, вы сможете ее зафотографировать. В общем, она выглядит так. Если вы добавите какое-то слово еще туда, это ничего страшного. Это образец. И мы сейчас будем смотреть, говорит ли Библия о молитве покаяния. Всем рожденным положено умереть. Но горе тем, которые умирают без молитвы, без веры в Бога. Задача каждого спасенного позаботиться о неспасенных. Как? Помолиться за них и помолиться вместе с ними. Друзья, мы выросли из того, чтобы только за нас молились. Мы должны уже молиться с другими людьми и молиться этой молитвой покаяния, чтобы привести их ко Христу.